Событие, которого ждала и готовилась вся Кубань. Вчера наш регион встречал эстафету Олимпийского огня. По главным улицам Краснодара факел пронесли лучшие спортсмены и почетные жители города. Часть пути Олимпийский огонь преодолел на сельскохозяйственном комбайне. Тему продолжат мои коллеги. Олимпийский огонь, побывав в 84 городах России, наконец прибыл в кубанскую столицу. По нашей кубанской традиции, примите от нас хлеб, соль. Спасибо большое. Эстафета начала путь из Усть-Клабинска к Краснодару, через станицы Воронежскую и Старопорцунскую. На этом участке полтора километра факел провезли на зерноуборочном комбайне в сопровождении тракторов. Право держать Олимпийский факел выпало доктору сельскохозяйственных наук, герою труда Кубани Людмиле Беспаловой. Зерновая Кубань, держава зерновая и встречает Олимпийский огонь. Это прекрасно, это замечательно, наивысшие высоты. Мы думаем, что наши спортсмены будут самыми лучшими и кубанские поля будут тоже самые лучшие. Огонь пронесли по главным улицам Краснодара. В краевой столице он преодолел почти 50 километров и везде его встречали овациями и криками. В эстафете приняли участие титулованные спортсмены, чемпионы прошлых лет, политики, выдающиеся жители страны и края. Кстати, эстафета Сочинской Олимпиады считается самой масштабной в истории. Она войдет в книгу рекордов Гиннесса, куда могут попасть и фамилии всех факелоносцев. Для меня это очень волнительное действие. Конечно, оно будет длиться недолго. Я очень счастлив, что начинается большой спортивный праздник у нас в Сочи, в Российской Федерации. Я желаю победы всем нашим ребятам и девчонкам. Я уверен, что наша сборная завоюет первое место. И желаю всем удачи, успехов и всего доброго. Кульминацией грандиозного события стало зажжение чаши Олимпийского огня на Театральной площади. Последнего факелоносца, олимпийскую чемпионку Ирину Караваеву, губернатор встретил на сцене. Они вместе поднесли факел к чаше и зажгли ее. Дорогие друзья, наступает торжественный момент зажжения чаши Олимпийского огня. Из Краснодара огонь отправился во Всероссийский детский центр «Орленок», после – в Сочинский район. На территории Сочи эстафета будет проходить три дня. Сотни факелоносцев в общей сложности пробегут больше 40 километров. Завершится эстафета уже завтра. 7 февраля Олимпийский огонь прибудет на церемонию открытия 22-х зимних Олимпийских игр. Рузанна Ефремян, Константин Монастыренко, программа «События». На зимнюю Олимпиаду в Сочи едут не только лучшие спортсмены Кубани, но также и группы поддержки со всего края, в том числе и из Славянского района. С олимпийскими болельщиками пообщались наши корреспонденты. С каким настроением едут и за кого особенно горячо будут болеть славянцы, смотрите в следующем материале выпуска. Делегация Славянского района отправилась на Олимпийские игры в Сочи вечером 5 февраля. Перед отъездом глава муниципалитета Роман Синеговский вручил 22 славянцам спортивную форму болельщиков, отметив, что он уверен в том, что они смогут и многому научиться на Олимпийских играх и достойно представить наш район. Я бы хотел пожелать вам, во-первых, хорошего времяпровождения, потому что я считаю, здесь вы совместите приятное с полезным, по-моему, что вы работники спорта. Будет возможность, наверное, с кем-то познакомиться, на что-то посмотреть, еще раз повторю, чего-то черпают нового. Ну и поддержать наших спортсменов прежде всего, поддержать сборную команду нашей страны. Я уверен, что с вашей поддержкой у нас будет много передовых мест. Получить нам хорошее настроение. Сегодня в Сочи действительно построился совершенно новый город, новые спортивные объекты, есть что посмотреть, есть чего поучиться и хорошо провести время. Удачи, успехов, всего самого-самого доброго. А так как мы одна команда, Роман Наш, то извини, Роман Наш. Подаю вам, как члену команды. Спасибо. В основном в делегации Славянского района работники спортивной отрасли, детские тренеры. Все они понимают, у нас одна страна, одна команда. А поддержка каждого из болельщиков важна для сборной России. Очень благодарен случаю, судьбе нашей администрации, что выпала такая счастливая возможность приехать на Олимпиаду. Воспользуюсь ей непременно. Буду болеть за наших. Россия вперед. Очень надеюсь, что наши победят, как минимум в хоккее точно. Буду переживать за нашу сборную. Мы едем с очень хорошим настроением. Конечно, будем болеть за нашу команду. И я думаю, благодаря нашей поддержке мы завоюем много медалей. Всем им оформлены паспорта болельщика, которые дают доступ на соревнования, на олимпийские концертные площадки, в театры, концертные залы и музеи города. Проживать наши болельщики будут на одном из пароходов, пришвартованных у берега. Рузана Ефремян, Михаил Варгулёв, программа «События».